Традицию посещения мест социального пребывания людей священники называют тем новым, что есть хорошо забытое старое. В аккурат к большому празднику приурочили открытие комнаты для молитв в ночном приюте на шаура 23. В результате неоднократных встреч с администрацией заведения пришли к выводу о необходимости такого места. Структура выделила комнату и провела небольшой косметический ремонт. А православный батюшка-отец Дионисий по возможности помог литературой и соорудил небольшой иконостас. У сотрудников нет сомнений, комната будет пользоваться спросом, тем более с учетом того, что принадлежность конфессии не играет никакой роли. Молитву на комнату мы открыли с целью того, чтобы человек через духовную литературу, которая будет находиться там, через иконы, через вожженную свечу, как-то немножко задумывался о вечности, задумывался о своей жизни, задумывался о грехах. Не только тогда, когда приходит священник, а тогда, когда он наедине. Можно спокойно зайти в это помещение и спокойно может даже и помолиться. И может быть мысль о посещении храма на следующий день придет к нему в этом месте, в этот день. В дневном центре для людей с душевными расстройствами миссионеры провели службу по освящению Бога Явленской воды. Для посетителей учреждения с говорящим названием «Мир возможностей» это действительно стало событием. Структуру объединяет более 80 человек разного возраста и национальности, но с одной бедой – психическими недугами. В силу ряда причин доступ места общественного пользования открыт далеко не всем. Из истории мы знаем, что на самом празднике люди всегда выходили из церкви к водам-источникам для освящения воды. Освящали воду по домам, освящали воду в домах презрения. Здесь обычный вопрос бытовой, как получить такую святыню, как агиасму, святую воду, богоявление, инвалидам. Как получить воду людям, которые имеют какие-то душевные расстройства, которые не могут в общей массе верующих людей посетить, допустим, храм Божий в этот день, когда действительно народу очень много. Вечером же в Кафедральном Борисоглебском соборе началась первая богоявленская служба. Традиционно основной наплыв желающих ожидают завтра, непосредственно в день крещения. Освящение воды будет производиться после утренней литургии.